Тишина, гармония с природой На днях в Каролинском фольварке Тезенгауза стартовал творческий пленэр художников «Хродно. Дорог скрожевания». Десять лучших мастеров со всей страны приехали в город над Неманом для того, чтобы погрузиться в его атмосферу, живописную природу, уникальную архитектуру и шарм старинных улочек. В первый день пленэра художники уже побывали на экскурсии и ознакомились с жемчужинами Королевского Гродно. Многих на создание картин вдохновили исторические места. Текавая и калужская. Калужская не проглядывается в церкви. Затекала у меня еврейская хоральная синагога в 19-х годах. Вот склад она такая. Вот вид от Немана на замок. Вот коллеги идти там, вздолжь, речки. А вот Татьяну Маклицову на пленэре вдохновляют прежде всего хорошая солнечная погода и люди. Сплоченный творческий коллектив профессионалов, готовых делиться своими секретами. Художница уверена, уникальные любую картину делают именно эмоции и ощущения самого автора в момент работы. Эмоции вообще захлёстывают. Погода прекрасная. Интерьеры и антураж, экстерьеры просто роскошные. Я была здесь 20 лет назад. У меня сложились одни впечатления. Сейчас впечатления просто совершенно другие. Я думаю, что пленэр удастся, потому что надеюсь, что погода нам будет соответствовать. И природа, она всё соответствует тому, чтобы мы сейчас очень классно-классно, круто поработали и сделали вообще хорошие работы. На пленэре мастера, работающие в разных техниках и направлениях искусства, в том числе графики и монументальные живописцы. Есть очень много талантливых художников у нас в стране. У нас их более тысячи в союзе художников. Но не каждый может справиться с работой на пленэре. Я за то, и самый главный для меня критерий, чтобы человек работал не в мастерской, а непосредственно на природе. И когда происходит вот это открытое общение, обмен энергетикой, это очень важно, потому что работы несут немножко другую энергетику, чем работы сделаны в мастерской. Они напитывают ту землю, ту энергетику, в которой присутствует солнце, воду, деревья. Всё влияет. По итогам пленэра 26 мая в Гродно откроется выставка, на которой будут представлены все картины, написанные художниками за время творческого проекта. На создание одной пейзажной работы художнику в среднем нужно несколько дней. Всё, конечно, индивидуально и зависит от техники написания и творческого замысла. Но здесь, на пленэре, мастерам затягивать не стоит. На создание одной картины должно уйти не больше шести дней. В этом году все работы будут посвящены Гродненскому региону. В следующем, к слову, диапазон проекта планируют расширить и пригласить на пленэр мастеров разных национальностей. Анна Соловей, Виталий Рубанов. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова